Он удивительно легок во всем. Армрестлинг, бобслей, бизнес, наука, политика. Куда бы ни пришел этот богатырь с говорящей фамилией воевода, он везде начинает побеждать. В любом виде спорта он должен быть королем. Чтобы быть королем, нужно быть умным. И анализировать правильно спорт. Я не могу вспомнить такой пример, что за 9 месяцев человек становится чемпионом мира, еще и тяжелым он весь. О первых шагах Алексея в армрестлинге они с тренером КТ Размадзе вспоминают с улыбкой. Посторонним же слушать это без содрогания трудно. КТ сварил просто раму такую, как бы самоделки, да. И это, что у нас там было сверху? Может, вот это... Фанера, фанера была. И вот мы, подлогодников не было, вот мы на этой фанере такие пятна крови, знаете, кожи чужой. Сегодня в его копилке рукоборцы три статуса чемпиона мира. Но несмотря на это, его больше знают как бы с листа. Воеводу это задевает. Мой самый любимый вид спорта – это армспорт. Бобслей является по моей классификации любимых и нелюбимых видов спорта на третьей позиции. Второй дзюдо идет, а третий уже бобслей. О своей главной любви он может говорить долго и вдохновенно. Армрестлинг, он как бы захватывает. Потому что здесь как бы борьба вроде, да, вроде как единоборство, но без мордобоя. Вот можно выйти в пиджаке, в галстуке, понимаете, выйти и побороться. Но, увы, даже для чемпиона армрестлинг – это скудные призовые и полное отсутствие поддержки как государства, так и бизнеса. Именно поэтому успешный рукоборец Алексей Воевода однажды решил попробовать себя в бобслее. Мне стало обидно за всех неолимпийцев, которые выигрывают чемпионаты мира, и они никому не нужны. И естественным образом я поинтересовался, что такое бобслей, попробовал, получилось, и в итоге я здесь. И здесь он сразу же стал лучшим разгоняющим, но собственная роль в этом спорте видится ему не слишком героической. Жизнь разгоняющего в бобслее – это как, знаете, как… То есть ты спрыгиваешь в бездну, никуда. И вот разгоняешь, разгоняешь, бежишь, 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 и прыгаешь, и ты не знаешь, что происходит, то есть не видишь. То есть пилот видит глазами, а разгоняющий должен чувствовать трассу телом. И вот когда такие легкие зависания, там, или ошибается пилот, в конце бьет бортом, ощущения такие, что перевернешься, а переворачиваешь, а вы как неприятно и больно. Впрочем, это только для людей, не знающих. Армспорт и бобслей не имеют ничего общего. Всегда анатомически, у кого сильные руки, у того сильные ноги, соответственно, и у того сильные связки, если сильные связки, то человек очень сильный. А сила, она во многом играет решающую роль. Для иллюстрации у воеводы масса примеров. Были сборы в одном там подворничном городке, и драка в кафе показала, что ни борцы, ни боксеры нам не оказали достойного сопротивления. Ребята настолько сильные, что просто унесли всех. Это бобслейсты. Поэтому, в общем, перевернешь бобслей. Но, по словам воеводы, безума и упорство – сила бесполезна везде. А вот этого Алексею воеводе не занимать. Поэтому, возможно, не зря поклонники по-прежнему ждут его не только на бобслейных трассах, но и на ринге. Естественно, фанаты его остались, ждут возвращения непосредственно. Вернусь. Когда-нибудь вернусь. Я из армспорта вообще в принципе не ушел. Я фанат армрестлинга, поэтому это как секта. Если пропал, то это навсегда. Возвращайтесь, Алексей. Возможно, благодаря таким ярким личностям армспорт возьмет новую высоту и наконец-то сможет стать олимпийским видом. Елена Степанова, Константин Черепов. Все включено.